Меня зовут Миша Постольный, я работаю UX, UI, лидом в компании DataArt. Я занимаюсь в основном проектированием интерфейсов, а также коммуникацией с клиентами, истимированием проектов и вот этим всем, всей этой инженерией. Сегодня я хочу поговорить на довольно сложную и очень ненаучную тему, и этот доклад я специально готовил под эту конференцию, опираясь ни на что, то есть только на свой личный опыт, потому как тема… Мы поговорим про духовные вещи, про вещи не инженерные. Я это назвал спирит, потому что это нужно было как-то назвать. Что я имею в виду? Я имею в виду вот этот вот сложный момент, когда продукт перестает быть продуктом, когда пользователь или собеседник, юзер, кто угодно перестает воспринимать продукт как интерфейс, а начинает его воспринимать как живого человека. И начинает его любить или ненавидеть, или там испытывать другие эмоции, но тем не менее он вступает с ним в какой-то контакт, в диалог. Прежде чем мы начнем говорить про вещи духовные, давайте разберемся, что такое UX и UI, и я хочу дать небольшой исторический экскурс в инженерную сторону нашей профессии. А вообще говоря, я буду рассказывать не только про дизайн интерфейсов, я буду рассказывать про дизайн в принципе, затрагивая более широкую тему. Иногда нам полезно посмотреть на себя со стороны и прочитать про себя со стороны. Википедия дает описание дизайна как проектирование эстетических свойств промышленных изделий. Такое довольно циничное, сухое описание. Из этого мы можем сделать определенные выводы, базируясь на этом описании, что не бывает дизайна без промышленных изделий. То есть в принципе пока нет какого-то производства, нет никакого дизайна. Один из первых образцов промышленных изделий в дизайне в принципе – это книгопечатание. Книги в принципе по своей сути должны быть растиражированы. Для того, чтобы донести информацию для большего количества людей. Поэтому мы тут видим одно из самых древних промышленных изделий предметного дизайна под названием литтера. Однокоренное слово со словом letter – буква. И некоторые термины, которые мы используем до сих пор в типографике, позаимствованные отсюда, например, кегали – это высота вот этой самой литтеры. Литтеры нанизываются на спицы и таким образом составляются страницы текста и начинают печататься. Дизайнеры и типографы, конечно, наши отцы. Мы у них учимся. И несмотря на очень ограниченное поле деятельности, у них очень большая история. И они цитируют друг друга. И вот примеры современной типографики. Мы видим, насколько сильно чувствуется диалог между мастерами книгопечатания древности и современными дизайнерами. Далее Википедия немножко исправляется и говорит о том, что дизайн – это решение более широких социально-технических проблем в коммуникации, функционировании производства, потреблении и существовании людей в предметной среде. Тут первый раз мы видим слово «коммуникация». Это для нас ключевое слово. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что дизайном является вот такая наскальная живопись, потому что она решает средства коммуникации. И живописью вовсе назвать нельзя. Каждый символ строго выполняет свою функцию. И символ спроектирован таким образом, чтобы его мог повторить почти каждый житель племени, для того, чтобы донести одну мысль до другого члена племени. Более или менее всем понятно, что Святой Себастьян не является предметом дизайна. Например, один из первых дизайнеров вообще в мире – это художник Анрит Лусл-Трэйк, который пришел из живописи. Он рисовал танцовщиц в клубе Мулин Руж и делал это для своего эстетического удовольствия. Но в один момент руководство клуба Мулин Руж попросило его заняться рекламой. И это как раз совпало с широким развитием шелкотрафаретной печати. Поэтому мы можем видеть эволюцию Анрита Лусл-Трэка от живописца к дизайнеру. Это в принципе все еще не дизайн в классическом понимании слова, но это уже предмет, который решает определенные задачи, функции и может быть растиражирован. Но главная дата для нас с вами – это 1918 год. Это год, когда заканчивалась Первая мировая война, и Европа была вся в руинах, и Европа переживала глубокий экзистенциальный кризис и посттравматический синдром. И Европа искала новые смыслы во всем, в том числе и в выразительном искусстве. Окончание Первой мировой войны совпало с широким развитием промышленной деятельности, технической революции и так далее, потому что вся эта военная машина по производству оружия уже была разогнана на полную мощность, ее невозможно было остановить, и вся эта машина переформатировалась на производство предметов. И в этот год возникла школа Bauhaus. Bauhaus – это то, что определило понимание дизайна на ближайшие годы, вплоть до сегодняшнего дня. Bauhaus существовали с 1919 года по 1933 в Германии, и они работали не только над предметами, над архитектурой, они работали и над определенной декларацией того, что они делают. Они это назвали манифестом. Манифест Bauhaus состоит из многих пунктов, там есть описание целей, задач, подходов. В частности, они провозгласили единство формы и функции, провозгласили максимальный рационализм, отказ от любого декорирования. То есть любая вещь, которую мы видим, будь то архитектура или предмет искусства, или промышленного дизайна, должен определяться своей функцией. Вот, например, мисс Ван Дероя спроектировал свой дом, и мы можем… Это начало века. Мы видим, что, в принципе, такой вот точно дом, такая же точная архитектура могла появиться сегодня, и она появляется сегодня. То есть мы все живем в парадигме того дизайна, который придумал Bauhaus. Это тоже Bauhaus, наш Газпром, который мы так все нежно любим. И он построен по таким же принципам. Это чистый функционализм. В Советском Союзе он назывался конструктивизмом. Чуть позже, после Второй мировой войны, принципы Bauhaus были развиты швейцарской школой типографики. И тут мы видим нашу любимую хельветику. И тут мы видим модульные сетки и все то, что мы сейчас используем в проектировании интерфейсов и в целом в дизайне полиграфии. Это все было развито и доведено до своего идеального состояния уже чуть позже дизайнером Массимо Виньеле, автором навигации Нью-Йоркского метро и автором логотипа American Airlines и многих других прекрасных работ. А также Диета Рамс. Диета Рамс использовал принципы Bauhaus для того, чтобы создавать свои потрясающие предметы, которые, безусловно, являются образцом функциональной красоты. Вот вы видите, да, то есть это компания Браун. Он был арт-директором компании Браун и главным их проектировщиком. Каждый предмет имеет свою функцию, каждый предмет спроектирован функционально, но с максимально высоким уровнем эстетизма. Конечно, здесь внимательный зритель заметит первый шаг к айфонам, к нашей современной технике Apple. И Стив Джобс считал Диета Рамса своим учителем. Таким образом, мы тоже можем сказать, что корни всего этого уходят в Bauhaus. И это Bauhaus научил нас пользоваться вот этим всем. В чем тут сложность? И в чем сложность в принципе нашей профессии? В том, что мы на одну треть мы инженеры, на другую треть мы художники, что в принципе часто противоречит друг другу. И вот сегодня Настя рассказывала про противоречия качеств, которые присущи UX-дизайнерам. Я бы хотел добавить, что на какую-то одну треть мы что-то вроде демиургов. То есть да, мы себя чувствуем полубогами. И это правда. Вы же чувствовали себя полубогами, когда что-то создавали. Ну конечно. И вот это самый сложный, тонкий момент. Как вдохнуть жизнь? Как тот предмет или тот интерфейс, который ты создаешь, как поверить в то, что он живой, как будто бы он твой ребенок или твой человек? Как впустить его в общество, так чтобы он там развивался и жил по законам этого общества и не был обузой или, не знаю, был ей. Но в любом случае, чтобы он развивался. Говоря о персоналиях, мы можем сказать, что Вальтер Агропиус, вспомнить, это первый директор школы Баухаус, которого позже сменил мисс Ван Дероя. И он проектировал кампус для своих студентов. И они жили в этом кампусе. И таким образом, то есть директор их школы создал ту среду, в которой они находились. Это был выдающийся человек и большой философ. И, собственно, его цитата, которая подтолкнула меня на создание этого доклада или, в принципе, над размышлением на эту тему, это архитектура начинается там, где заканчивается инженерия, говорит Вальтер Агропиус. Это отец функционализма. То есть как это? Ведь инженерия же неотделима от архитектуры, ведь форма и функции едины. Но, тем не менее, мне кажется, что… Или я не понимаю эту цитату, но мне кажется, что Вальтер Агропиус говорит про спирит. Вот здесь вот. Давайте же попробуем разобраться, что такое спирит. И мы сделаем небольшое упражнение, которое будет очень субъективным. Мы попробуем придумать те техники, с помощью которых можно обмануть нашего пользователя и заставить его поверить в то, что у нас наш продукт является одухотворенным, что в нем есть душа. Ну и сразу с места в карьер мы начнем с сакрального искусства, которое нам раскрывает… Первое в мире искусство, которое нам раскрывает одухотворенность, да, естественно. Вот здесь вот есть одна странность. Возможно, она незаметна сразу, но эта странность легла в основы, в канонические основы иконописи. Эта странность называется обратной перспективой. Ну то есть мы все знаем, что предметы по удалению от зрителя сокращаются, уменьшаются в размерах, но иконописцы придумали обратную перспективу для того, чтобы спровоцировать зрителя на диалог, для того, чтобы заставить зрителя почувствовать, что на него, с той стороны иконы, смотрит нечто. То есть как будто бы он является предметом, который удаляется, а не он видит предмет, который удаляется. Таким образом, нам показывают, что на тебя смотрит какое-то высшее существо. Бойся там или радуйся. А вот эта вещь, это… Как вы думаете, что это за ядерный реактор? Это кафедральный собор Рио-де-Жанейро. Он тоже провоцирует нас на определенный диалог с самим собой и с этой архитектурой. Но ведь странно, вы же не будете вести диалог с неодушевленным предметом, да? Поэтому… Вы же не сумасшедший. Поэтому провоцирование на диалог с самим собой или с предметом искусства является одним из хороших способов одухотворения своего дизайна. В чем здесь хитрость? Это очень похоже на принципы иконописи. Хитрость здесь в том, что этот канонический собор поделен на вот такие вот секции квадратные. И эти секции уходят в перспективу. Но архитектор эти секции вытягивает по мере удаления от зрителя. И конус, накладенные стены усиливают этот эффект. И тебе кажется, что ты находишься в каком-то пространстве, которое бесконечно высокое. То есть это потрясающе. Это одна из самых сильных вещей, в которых я был. И вот тут прямо ты понимаешь связь с Богом. Вот в этом месте. Или назовите это как угодно. И, кстати говоря, по четырем стенам здесь расположены витражи с некими библейскими мотивами. И вы видите так называемое парящее распятие, которое отбрасывает тень на одну из стен. Конечно, эта вещь провоцирует на диалог с самим собой. Давайте вернемся к более мирским темам. Выдающийся плакатный дизайнер Игорь Гурович, который одухотворяет свои вещи по-другому. Он нарушает все принципы, все правила, все законы, нормы, догмы, все законы композиции и говорит с нами на каком-то совершенно фантастическом, инфантильном, очень ярком языке. Он создает вот такие плакаты. Что ты делаешь? Зачем? Это же просто противоречит всем законам здравого смысла. Но, тем не менее, эти плакаты, они максимально одухотворены. Они решают все свои задачи, социальные, коммуникационные и художественные в том числе. То есть нарушение законов и догм, если это оправдано чем-то, каким-то бэкграундом определенным, это тоже очень сильный инструмент, которым нельзя злоупотреблять, но он работает. Переходя к чему-то более понятному для нас и привычному, я хочу показать один из образцов хорошего веб-дизайна. Мы все более или менее привыкли к скроллу вертикальному и уже даже немножко приспособили скроллу горизонтальному. Но вот эти ребята делают диагональный скролл, они красят курсор мышки в розовый цвет. Способ донесения информации отсылает нас к авангардистам начала 20 века. Совершенно непредсказуемая анимация во всех местах, вот, например, при продаже билетов. И тут моя любимая часть этого сайта это вот эта вот красная кнопка, которая в нижнем углу экрана, которая, я не знаю, что она должна делать, я ее, конечно, нажал. Мне сказали, приготовься, 3, 2, 1. Потом мне выдали какую-то системную ошибку. Я не знаю, может, это был сбой. Но мне понравилось, что вот это все, это мышка. То есть я двигаю мышкой. Это все мой курсор мышки. Надо ли говорить, что я с ним вступил в диалог? И этот диалог у меня продолжается до сих пор. Я не очень понимаю, что мне хотели сказать. А вот пример одного хорошего, японского маркетингового агентства, которые провоцируют нас на взрыв мозга посредством наложения трех слоев анимации. Мы все понимаем, что существует анимация линейная. Вот она просто, когда мы ничего не делаем. Но когда мы начинаем двигать мышкой, на линейную анимацию накладывается второй левел анимации, движение мышки, а на скролл накладывается третий левел анимации. И каждое состояние курсора на экране, совмещенное со скроллом и совмещенное с линейной анимацией, рождает уникальное движение, которое невозможно воспроизвести. То есть каждый раз, когда вы просматриваете этот сайт, вы сами создаете анимацию, которую невозможно повторить второй раз. Одна из техник, которую можно вспомнить, когда мы говорим про одухотворение нашего дизайна, это техника глобальных проектов. Совершенно неприменимая вещь в нашей практике, потому что мы аутсорсеры. Но если мы продуктовщики вдруг, и если мы делаем свои проекты, мы можем это применять вполне. Это Манфред Эйхер, он не дизайнер, он один из продюсеров и основателей одного музыкального лейбла ECM, называется Edition of Contemporary Music, который специализируется по записи такого скандинавского джаза. И они собрали под своей крышей выдающихся музыкантов. Манфред Эйхер существует на рынке уже 30 лет. Это логотип его фирмы. Неплохо, да? И они создают вот такие обложки для своих пластинок. Вот такие обложки. Им совершенно все равно, кто там записывается, какая у него музыка. И вообще, твое мнение не интересует. Если ты пришел записываться на ECM, то дизайнеры, которые работают там 30 с лишним лет, нарисуют тебе такую обложку. Ну, то есть, это похоже на повторение одной и той же фразы. С другой стороны, это похоже на рутинный процесс выращивания, ну, не знаю, своего, воспитания своего ребенка. На 30 лет он создает эти обложки. Он испробовал все возможные визуальные, графические средства для этого в очень строгих гайдлайнах, в очень строгих ограничениях. И они находят, все еще находят очень большой творческий потенциал вот в этих вот жестких рамках. Поэтому одна отдельная пластинка не является одухотворенным предметом. Но в целом вся эта история нам говорит о том, что это живет, это развивается, в этом есть сильный дух. Петр Банков, основатель журнала КАК и выдающийся дизайнер, делает по одному плакату в день. Вне зависимости от того, там идет метеоритный дождь на улице или температура у него 39,5, он все равно делает по одному вот такому плакату в день в течение многих-многих лет. Ну, они немножко разные по своей выразительности. В частности, эти плакаты театральные. Это единственный дизайнер из ныне живущих, который при жизни постоянно экспонируется во французском лувре. То есть, если что. Вот этот способ, это способ завлечения в игру. Ну, в принципе, это очень простая вещь. Я имею в виду простая по своей реализации, ну, не по технической реализации, а по концептуальной. Когда тебе предлагают какой-либо интерактив, тебе предлагают сыграть во что-то, то ты уже начинаешь чувствовать, что с тобой, в принципе, ну, общается какое-то осмысленное существо. Ну, неважно, вот они придумали такой интерактив. Я не знаю, я нашел этот пример довольно быстро. Вы можете найти тысячу других примеров. Тем не менее, да, с вами играют. И это кайф. Это кайф. Ну, дальше идет предметная область сайта. Немножко про нас. Один из тоже довольно простых и очевидных приемов при создании, или одухотворении своего дизайна является прием по созданию и развитию персонажа. Вот сайт DataArt, мы его делали со Славой, который принимает резюме для того, чтобы их там обрабатывать и давать рекомендации. Вот тут мы видим эту уточку, которая, ну, она как бы плывет и рассказывает нам какую-то историю, да, про этот сервис. Причем она плывет в две стороны, можно скролить вверх-вниз. Вот уточка, она как бы готова съесть ваше CV, и она вас очень любит. Я вот показал, как это работает на полном flow, и мне сразу же написали из DataArt, типа, что? Обработать твое CV? Спасибо, уточка улетела. Это тоже пример работы со Славой, где один… Ну, кстати, да, тут вот тоже серый, история с серым цветом, да, которого не видно. Один китайский клиент создал очень скучную систему, и мы просто снабдили ее огромным количеством панд, которые возникают в внезапных местах, там, при флоу-регистрации, авторизации, вот, например, там, панда с двухфакторной авторизацией, а вот панда тянется к конфетке, вот она почти уже, почти-почти, то есть вы начинаете любить это все, и это теплота. Вот панда съела письмо, потому что e-mail не верифицировал. А-404, и мне тут нравится еще вот эта подозрительная активность, которая не медведь какой-то бурый. Вот, как бы… В общем, это просто любовь, это любовь, да. Это не наша работа, но это тоже про персонажей, персонажей, которые… Оп. Смотрите, сейчас он будет вообще радоваться. Класс. И это мой любимый момент, когда он сейчас будет… Смотрите, там, шоу-пасворд, он такой, оп, такой подсматривает. Это же ведь несложно, да, то есть вот это Spirit. Это не UX и не UI, потому что если мы говорим о классическом понимании UI, мы применяем стили к нашим каркасам, мы их раскрашиваем. То есть, да, это можно сказать, что это UI, но это что-то более тонкое. Это то, что нужно чувствовать и развивать в себе, на мой взгляд. Не во всех проектах, не дай бог. Вот, например, PrivatBank нам говорит, вы действительно хотите отменить подписание платежа? Да, отменить. Ну, окей, PrivatBank не нужно быть одухотворенным, я согласен. Но минимальные тут требования, чтобы с тобой общались по-нормальному, так как будто бы ты не робот, а человек. Ну, это в принципе понятно, это базовые вещи, написано в любом там учебнике по юзер-эксперенсу. Но продолжая тему стори-терлинга и вообще слов, да, в дизайне, можно привести вот этот пример, который мы делали с Лианой. Тут вот представьте себе, что вы это смотрите с iPad, это просто такое обрамление. Это один из лендинг-страниц для хеллс-кер практики дата-арта, которые раскрывают тему телемедицины. Это сейчас развивающийся такой стрим по удаленной диагностике пациентов. Нам тут скормили просто много контента, там прислали док-файл вот такого размера и сказали, разбросайте, пожалуйста, это все на вашем дизайне. И мы с Лианой там мучительно его разрезали на части, собирали снова, разрезали, собирали, а потом мы смогли собрать всю историю, там 150 слов, собрать в одно предложение. Telemedicine solution to virtual care with data art. И дальше по мере… Ой, извините. Дальше по мере скролла, немножко подтормаживает видео, мы как бы фокусируемся на отдельной части этой фразы, и с правой стороны она раскрывается. То есть очень простая фраза может стать более сложной фразой, если мы ее читаем слева направо, как обычно мы читаем в нашей христианской традиции. И это про рассказывание истории. Рассказывание истории тоже очень мощный инструмент диалога с вашим продуктом. Да, в конце, кстати, вы, может быть, заметили, мы обратно возвращаемся к изначальной фразе, таким образом замыкая логику повествования. Стефан Загмайстер, один из выдающихся дизайнеров современности и больших провокаторов. Он, кстати, снял фильм под названием «Хэппи фильм». Он изучает, как дизайнер, он изучает, из чего состоит счастье для него. И приходит к печальным выводам. Посмотрите. Стефан Загмайстер обращается к природе при проектировании одного из логотипов компании. Это, правда, логотип по ландшафтному дизайну с другой стороны. Но посмотрите, как это прекрасно. Здесь есть вот эти вот… Тут есть и лошади в тумане, и пульсация сердца, и все, 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 все. Целая история в этом логотипе. Или вот, например. Ну, мы же живем в диджитал-эпохе, да? Нам не обязательно делать логотипы в парадигме печатного дизайна. Тем более, никто уже не пользуется визитками там, да, особо. Или пользуется, но неважно. Я сейчас покажу, как выглядят визитки. То есть Стефан Загмайстер знает, что силы природы это то, что живет в нас глубоко, и мы все живем по законам природы. Он обращается к силам природы для того, чтобы создавать свои дизайны. И это не единственный пример Стефана Загмайстера, который использует эту методику. Так выглядят его визитки. Мы сегодня посмотрели на диалог, на нарушение закона в итог, на взаимодействие в игру, на глобальные проекты и на персонажей и героев. Также на истории и на природу. Я в начале этого пути по исследованию этой темы, поэтому я был бы очень благодарен, если бы вы поделились со мной чем-то подобным с вашими соображениями. То есть я, скорее всего, буду эту тему развивать. Я не знаю, во что это вылезет, а может быть, ни во что. Но тем не менее, я буду рад вашему фидбэку, а также я ищу практиканта в компании DataArt. Пожалуйста, пишите мне на этот адрес и присылайте свое портфолио, если вам это интересно. спасибо за внимание.